Друзья, а вот бывало у вас такое, что открываешь свежекупленную книгу, причем нет, не пытаясь серьезно за нее засесть, а просто так, хватаешь с полки, листаешь на случайных страницах и вдруг понимаешь, твое, твое произведение, тебе буквально нужно его прочитать. Вот у меня так и случилось с книгой под названием «Котлован» Андрея Платонова. Еще когда я взял ее на полке «Читай города», здесь у нас в Брянске, я полистал, поглядел и, выхватив глазами пару-тройку пассажей, понял, что с этой книгой мне точно нужно ознакомиться. Неординарный стиль, ты его, наверное, ни с чем не перепутаешь уже и никогда, все эти «нам стало некуда жить» и прочие выражения, они, ну, «Котлован», что уж тут скажешь. Если такие у вас книги были, которые вас так захватывали, напишите в комментариях. Ну а я продолжу про сам «Котлован». Особенность «Котлована» в том, что главным героем является язык. Да, наш с вами русский язык, который через свою неординарность и через применение слов не совсем в том значении, в котором мы привыкли, берет и хватает тебя, цепляет тебя и опускает в пучину этого произведения Платонова. Опять-таки, это нужно самим ощутить. Можете раздобыть себе цифровую копию или бумажную копию где-нибудь в ближайшем книжном и оценить самостоятельно. Но то, что как минимум одним из главных героев или самым главным героем книги является язык, ну, для меня лично это просто факт. Если говорить про настоящих, в привычном смысле, персонажей, то начинается все с Вощева. Это товарищ, которого во времена коллективизации уволили с завода за то, что он слишком много думал, слишком много задумывался о смысле жизни. Ну, что уж тут поделать, он собирается в дорогу и отправляется, куда глаза глядят. По прошествию некоторого времени, пособирав листочки на дороге, об этом чуть позже, он набредает на строительство котлована, на барак, в котором живут землекопатели. Он решает остаться с ними, и тут, собственно, начинается своеобразный движ. Постепенно Платонов вводит новых персонажей, будь то девочка Настенька, которая является воплощением для всех землекопов светлого будущего, или Жачев, это инвалид безногий, которого Платонов упорно называют уродом, и который постоянно выклянчивает у чуть более зажиточных представителей политориата, например, те же Сливки. Даже есть и парочка совершенно сюрреалистичных образов, будь то лошади, которые решают отправиться на водопой очень организованно, также организованно они ищут себе сено, а потом в зубах приносят это сено себе ближе к стойлу и едят вместе, как настоящие строители коммунизма. Все общее, никак иначе. И еще один очень сюрреалистичный образ, это, конечно же, Медведь, который работает, по сути, кузнецом, и он также по вечерам, если его просят, может отправиться по деревне вынюхивать кулаков, и, соответственно, как-то их наказывать совместно с активистом партийным. И буквально пара слов про листок. Когда Вощев, уволенный за слишком долгое раздумывание над смыслом, отправляется в Осфаяси, он начинает собирать, или даже продолжает собирать в свой рюкзак всякие травинки, листочки, упавшие с осенних деревьев. И, собирая их, по сути, он наделяет их существование смыслом. Мне видится в этом очень сильный посыл платоновской риторики. Ха, интересно получилось. Платон как древний философ. Ну нет, здесь я говорю про Андрея Платонова. Так вот, очень сильный посыл платоновской риторики, в котором видится следующее. Смыслом вы, я, любой человек на планете наделяет те вещи, которые ему дороги. И отсюда этот смысл и появляется из наших с вами голов, из нашего с вами отношения. И если вдруг вы в некотором смысле оказались на перепутье и не понимаете, в каком ключе вам, где вам вообще искать этот самый смысл, вспомните, что смыслом даже вашей жизни может стать то, чего захотите вы сами. Мне в этом видится еще одно подтверждение того, что Андрей Платонов очень сильный, очень мощный классик. Да, в целом, почему я считаю его классиком? Видите ли, если вы решите действительно прочитать Хатлован, вы поймете, что в этой книге один образ очень глубокий, интересный, сильный соседствует с другим. И даже фразы сильные и плотные, они идут одна за другой. Настолько сильна подача у Платонова. Он не льет воду ни в коем случае, наоборот. Мне кажется, он вырезал из своего произведения, может быть, такое было, не знаю, наверняка, вырезал целые куски и сделал свою работу, свой Платонован очень таким произведением-мастодонтом, я бы даже сказал. Мне жаль, что в наше время не так много людей знают про этого советского писателя, который, безусловно, любил коммунизм, который его ценил, но парадоксально опустил коллективизацию, в частности, и коммунизм, наверное, в целом в своем произведении. Но вот что я вам скажу, друзья. Если вы хотите почувствовать себя погруженными в книгу целиком, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с Котлованом Андрея Платонова, потому что таких глубин, как в этой книге, я уже очень давно и нигде не встречал. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и, при желании, подписывайтесь на канал. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!